всем привет дорогие друзья с вами канал друг народа и сегодня нас всех ждет достаточно необычный выпуск в чем живу необычность скорее всего формате и в том гости который будет в нашем сегодняшнем интервью личность это достаточно известная все вы его знаете личность одиозная никого не оставляющая равнодушный но тем не менее его победа говорят за него лучше чем слухи хотя и то и то работает на улучшение его репутации мы не могли остаться равнодушным к поклонникам сказать к почитателям таланта нашего сегодняшнего гостя которые просили нас все быстрее быстрее давайте пилите уже скорее этот видос отчетный сам наш гость тоже постоянно подгонял нас и очень хотел побыстрее чтобы вышла эта запись такой вот собранный формат окей мы слышим слушаем наших и гостей наших зрителей поэтому к сожалению не вышло не так как хотелось но больше нет времени терпеть ждать нас гостях бессменный руководитель проекта народный репорт победитель сингла европейского командного чемпионата вице-чемпион этого чемпионата также личность которая никого не оставляет равнодушным ребята сегодня мы общаемся степаном андреевичем затовым степан андреевич приветствую приветствую друзья своим проект народный репорт и настоящий вархаммер для настоящих людей мы делаем уникальный выпуск когда не уважение проекту дух народа который снимал все наши это целью про каждого я и в целом и отдельно и поддерживалась заболел михаилу и евгению ведущим проектом и дань уважения это заключается в том что мы делаем такой эксклюзивный выпуск про сингл специально для ребят в таком формате интервью для друга народа мы делаем удаленно такие все занятые постоянно в борьбе народный репорт дух народа что не смогли пересечься и поэтому делаем это удаленно я буду отвечать на вопросы михаила буквально прямом эфире уже не будем тянуть резину все это большинство вещей ты нам уже рассказал и во время самого чемпионата мы с тобой flash интервью записывали и в других местах на своем канале уже рассказал наших зрителей да я думаю в принципе всю нашу общественность интересует непосредственно вот твоя дорога к финалу расскажи про своих соперников на сингле что ты скажешь про их уровень про растира ну отвечая на этот вопрос я сюда немножко трудняюсь потому что вроде мы играем даже на сингле неизбежно проводить параллели будем с командником что вроде люди те же самые но где этот уровень большой вопрос ну сами видите вроде все проиграли а комбо я сказал что вот прям человек показал хороший уровень игры это когда он смог меня удивить возможно то есть он сделал что такое чем я не знал не догадывался или какую-то хитрую хамбу показал который этому не предвидел или сыграл так что этого не ожидал то есть все вроде правила понятно но тактика его была такова что я вот прям ну ничего себе здорово ты это придумал что называется и это редко бывает к сожалению и я только тогда буду говорить что вот оппонент показал хороший уровень игры когда он это будет делать все остальные ситуации они не связаны именно зачастую отлично с его уровнем игры есть паринги удача ход там перехват ростер который работа как механик они кого просто реализуют я могу признать скачем будет делать да вот и более или менее талантливая его реализация и вот таких людей которые показали талантливую реализацию прямо четненько все да на самом деле зависит от это вот я так говорю но и они первые мы с ребятами обсуждаем что мы просто не понимаем почему они так делают у нас в россии так не играют ну то есть даже обычные игроки на турнире россии они как бы смекают какие-то фишки которые мы делаем и так вот на легком режиме не получается а там получается тут же мы должны за себе вопрос ну как же так что мы не выиграли всех потому что разные растера и разные оппоненты я же не что все на этой сцене умеет играть там даже и вообще-то не говорю что уровень у всех разный во-первых я говорю что с моей точки зрения не меня не удивили возможно ребята ничем-то удивили у нас разные истории разные восприятия и разный опыт в конце концов дальше растера у меня просто очень хороший ростер а вот наши там демоны или демон энджины были более сложными растерами более заточенными и возможно не всегда получали те пары которые позволили им реализоваться я тоже научить плюс удача какие-то ростах не более чувствительные какие-то менее тут играет 7 ходов ну понимаете очень много факторов и от иначе что даже возможных ну вот там серёга что-то взял на очков тебя удивили прям уровнем да начнет нет просто так сложилось так сложилось и играть там 7 ходов вот я на пятки подожгу игру в общем начинается механика далее мы сложного соперника самолета ну понимаете что не считаю это бурный человека когда мы говорим про результат игры и вопрос ко мне собственно говоря ну вот я отвечаю честно по уровень и ни в коем случае не были глупые лишь говорю что они не показали высокий уровень который я просто вот прям вот это парень на получается с каждым человеком мы в первую очередь играем тех что-то для наших зрителей всех подчеркнуть играем всего головой всего разум и я участвую постараюсь это полюстрировать надеюсь мне об этом спросишь что разговор на свою сторону пойдет этом общий уровень вот такой да то есть удивить никому не удалось и люди реализовывали понятно совершенно программу и зачастую как бы себе еще и там не помогали прямо скажем а растера преимущественно играет команда мастерами следовательно удивляться нам не сильно приходилось мы как бы читали они за не были опубликованы то есть удивить ростер вообще сложно а это наша задача в этом году россия удивляет но один парень который был француз но он сборный там их товарищ но играет другую команду не помню сборная играет у него был такой хаос где там три дискорданта и мартарион и вот какие-то тысячи сынов но это был хотя бы необычный ростер взял мартариона серьезном уровне вот на турнир про него я про игру отдельно скажу но вот здесь на уровне ростера вот он меня пожалуй удивил все остальные ростера были во первых команды во вторых абсолютно стандартно если быстро пробегусь первым оппонент был это типа коуч команды аргентины испании не помню общем но он явно был новичок он узнал много-ного про дозвуч из нашей игры за это не благодарен и очень постит там на своем испанском языке прекрасные посты в блоге о том какие хорошие парни здорово сыграли значит я даже не беру серьезный матч дальше начинается у нас сборная дании это генокульт стандартный генокульт никакого удивления вообще или на стандартно проигрался расскажу про это далее вот француз мартарионом который не можешь меня сам удивился и мартарионом и сыграл в общем он нам ну как тактически неплохо найти в мелочах да а вот по крупному он не очень не понимал что будет происходить дальше орки семена чима это италия абсолютно стандартный ростер которого ничего интересного да то есть пачки орков пушки герои гроты вот прям блин танк баса за бухой взяла не знаю ну нет обычные орки обычно поиграли далее дима соколинский наш ну вот удивил как красивый ростер воина тиранинов ну вы знаете не буду повторять если это наша сборная сборная а там все круто было и финал с мани его ростер просто является опять же прям ну гост прям шаблон достаешь из команды широкое штанино стандартный ростер много гвардейцев катачан и блады которые типа за их спинами вылетают и тебя убивают прям вот вот удивил не знаю даже до чего значит не значит это были плохие парни это были отличные игры серьезно отличные парни и мне повторюсь говорил еще раз повезло что это были такие парни кто не позволяет играть и взять эти очки и это была нормальная игра без монтяжайку внеигровых факторов понимаете за три часа успевали круто это при классные игр просто если по уровню не удивили то есть уровень получается такой средний не беря 1 оппонента он вообще не претендовал коучном команды чтобы узнать что это такое остальное уровень средний не удивили ростера кроме вот мартариона то же самое стандартные ростера по шаблону собраны не удивляет поэтому они и проигрываются пробегись пожалуйста по по самим играм обозначить там какие-то важные интересные моменты интересный момент ну а начнем с прямо в чем был соль каждой каждой игры ну первое проехали да не это реально такой майн-гейм абсолютный просто тотальный но он повторялся бы каждый раз только если два раза с девчонком играть может сработал бы в общем поменялись оппонентами но генокульт на генокульт ну хорошо потестимся сейчас да а и фантим ким ким вещь но и дания насчет вот и генокрады но мы расстались по классике ну все равно посмотрим что нам предложат мы так-то знаем все это фурму их вот же очки у нее забрали вот имеет рутилерия что-то поставить точка у нас есть наша ну хоть дипло куда-то смысла не было вот такие дела да уходит первая ну отлично будем груз закрывать у нас есть еще один отряд у нас есть еще один отряд здесь и один отряд там ну неплохо на самом хоть что-то потери принесли фэбэ взяли он нет там нет патриарх есть и вот сейчас будем смотреть что он там будет выделать хитрое журство всякие мы к этому морально готовы вот такие всякие правильные правильные кольца плюс-минус чтобы не умирать и посмотрим что он сделает ну за императора как говорится ну выше по первой тамбушу товарищи заочинственные наиболее отряд вообще классно просто тут героический герой по чарджу ну ладно жить это плохо да ну мне все нравится отразвить события посмотрите что будет дальше мы сказали делали дефян ничего не делают ну отлично дальше резервы будем готовы за императора вот примус был нанять него шли просто вот так вот убивай нас называется итак ну мы такой значит вялим какую-то атаку привели потеряли кайдус а, извините? который? я не знаю, ты можешь сделать это да ну не убили парней хотя и принесли неплохие потери там осталось четыре парня здесь, да? четыре парня здесь ну и все опасные пацаны ну ничего так я сделаю еще один атаку с этим парнем, забудьте даже два атака для Преиста этот парень а один застав да, пойдем так морал чек здесь, может быть морал чек здесь, нет? сколько ты убил? один, два, три пять 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 шесть ну мы защищаем там тылок, убили кучу мелких отрядов в целом пока все неплохо, посмотрим что дальше будет так сейчас его резерв с ним уходит, все решит ну да, неприятно так кайдус потеряли это было неизбежно потому что он прихватил, ну да ток не чарльз окей, капот кончается рано или поздно в будущем был гаеческий кламамус, который пришел драться с Сентинелем но его как бы убили немножко в ответ мортирами беднягу так нет, четыре парня конечно опасно так мы можем прийти по трещи, но уже не важно треть ход, потому что они же как бы выжив с принятого выхода резерва, и он даже не может надречь их неметами что смешно, да? то есть как бы любой вариант хуже всего ты возьми так смешно, да давай все ваши резервы приезжают сейчас, да? да, они приезжают в этот раз да, ну вот выходит вот крайние резервы там с пилами мы еще Патернала 2 ведем ну-ка, мне все нравится, да? вот и вполне бодренько играем все хорошо в этом плане времени должно хватать вот Патернала 2 у нас начало хода спорта у него 0 а у нас Маэль 2 у него 0 ну, мне нравится просто обидеть вот побои эскалации у меня есть пралитетная уже миссия а у него нет ну, мощная контратака опять коробки делать на Сентинерях ну, мы к этому как бы готовы, на самом деле вот ну, мы тоже живые, все-таки здоровые, классные и эти парни не дощажили там стоят герои, а у нас еще резервы остались и это замечательно, что произойдет, да? и мы идем по Маэре по всем остальному так и Кола? Кола и Хамеха Кола в общем да, жесткий Рубилова короче все вторгаются, ассасины разрезают парней на части застрелили этих парней там, все убегают они о, это война это война о, это война хороший игрок там выпали наши десантники, убили одного ПТР второй там, от них убежал в общем, Рубинсон здесь двухых героев убили, просто жесть очистили очистили спасибо за это место это было очень просто это был очень замечательный пример о норвене стири о данном стири это очень хороший игрок это было очень хорошо ну, хорошо играть по Степан он ended up winning в большинстве я думаю, что он в самом начале я смогла и сняться и когда я смогу оттабить он разыграл многие мои универсии я думаю, что я сделал несколько ошибок с деф-страками и я смогу сделать лучше чтобы степан в её мать это было очень хорошо вы считаете что это было хорошо я у меня получил против-страками или против-attack У людей, которые играют за рукопашную армию, типа генокульта, зачастую, я не говорю про всех, но это я с ним сталкиваюсь просто, но это я вот сталкиваюсь, видите, формируется стереотип, надо брать коробочку, типа коробочка это круто, я стал с ним в России, там тоже, коробочка становится самоцелью, но вы тем самым как бы недооцените свой оппонент, конечно, если он ошибся, поставился вам под коробочку там, где это не нужно, или прям вот боже мой, он не рассчитал, и не знал, что такое бывает, не знаю, как бы Лацо рассказывал про Польшу, значит, ну тогда да, наверное, все будет плохо, но если вы видите такие явные коробочки, и оппонент ваш вроде бы не дурак, то стоит подумать дважды, что происходит, но они видимо, да, прозвановался, поставился, короче, это фокус на том, что делать коробочки приводит к поражению, если я готов к коробочке, то я вот это покараю, и он стабильный, я прям ставлю, говорю, смотри, вот Сентинель, а за ним стоят гвардейцы, но дальше 12, то есть ты не можешь подчаржить так Сентинель, чтобы одновременно чаржить гвардейцы, которые за ним стоят, а чтобы сделать коробку с ним, чтобы сделать с ним коробку, ты должен загнеть гвардейц, и они тебя будут бить, а потом начинается наш любимый трюк, этот трюк может быть очень сложнее, но нюансы там всегда есть, и ты просто поставишь Сентинель, он такой, опа, коробка, да, ходячая, одна модель, все, делай коробку, но это другая гвардия, понимаете, здесь рукопашка есть, здесь как бы ассасины, марба, ярик, бодигард, даже псайкеры забегают там драться, и они тебя убивают, значит, когда ты приходишь к ним, а суть коробки в том, что за целый ход ничего не делаешь, то есть выходит ряд табирантов и делает ничего, это пошел первый ход без них, ничего, второй ход они делают ничего, и начинают умирать очень быстренько на самом деле, ну и в них себе магию кидают, там чаржат, вот, и дальше очень большой вопрос, потому что им нужно еще разбирать этот Сентинель, и как выбирать потери, там, ну, что-то кого вообще может убить, да, они же за очередь этого Сентинеля в коробках, вообще, у него куча паре начинается, он не продвигается вглубь, он зависает там на фронте, и просто можно еще с другого конца другой Сентинель поставить, ну, просто подлощи, там, одну модель, да, и он убивает тот Сентинель, но не убивает этот, и снова третий ход, тоже делать особо ничего, ну, понимаете, и я, в общем, в конце ему объясняю, там, датчанину, что вот, как это работает, он говорит, да, ты прав, черт возьми, да, я говорю, да, вот так это и работает, а я там впервые применил на ЭТЦ трюк, когда отряд, типа, такой, о, боже мой, наши гвардейцы залочены в комбате, надо ступать, нет, мы соединяем, подводим второй отряд, соединяем, даем приказ, драться в ХТХ, стрелять в ХТХ, поехали, короче, на вынос, плюс у меня, опять же, есть ассайсины, и контр-чардж, это уже Эверсора, он убивает пачку околитов, ну, за раз просто, да, ну, больше всего ударных отрядов гинокульта мы убили в ХТХ, сюрприз, да, вот, почти всех его колитов, там, оберантов, ну, маги, ХТХ, маги, ХТХ, значит, вот такая вот Назгвардия, он просто не ожидал, и думал, что у него все будет хорошо, и я просто, ну, отжимая его, иду вперед, бегу на переход, и даем все эти коробочки, да, бери в коробку, заходи, прям, дорогой друг, да, только точка у меня, значит, и ты не можешь их скорить, мы тебя всем с ним сбиваем, и ты не можешь, ну, там, еще каждый ход мы скорили, я просто артиллерию сбиваю, все, что в Толуне стоит, да, чтобы он, ну, он ничего не может, понимаете, он просто без помощи. Это особенности армии, когда у него нет вариантов расстрелять это все, да, вот у импульса такой, например, ну, этой проблемы у него нет, но мы с ними играем по-другому, как говорят, другая история называется, хорошо, это дачанин, значит, дальше французский хаос. Хаос против нас, они перехватили второй раз подряд, и вот он входит, мартарион, ну, на самом деле, все равно оптимисты, потому что мы оптимисты, мать его, извините за выражение, короче, мы победим, да, вот, окей. Это бомба была просто, он мне перехватил второй раз подряд, первый раз был тот самый аргентинец, который молодец, испанец, с ним это не поможет, но он перехватывает второй раз, я говорю, что, я ему говорю, вот, второй раз, мы всем долго рассуждаем, как не спередлив перехват восьмой редакции, и это правда, потому что это абсолютно небалансная вещь, уже заложенный в балансе кто-то первый ходит, кто-то выбирает остановку, кто-то ставится первым, кто реагирует, если ты уже выбыл в сторону, увидел, как поставился оппонент, поставился против него, и перехватил инициативу, ты получаешь огромное, ничем не балансируемое преимущество. Я не вижу, ну, я понимаю плюсы этого решения, да, но минусы, наверное, это перевешу. Если нужно просто лучше забалансировать, кто переходит, то второй, и все, а не давать одновременно кому-то забросок на кубика, сразу все в одни руки, да. Ну, это ладно, другая история, жить можно. Он перехватывает, это Дон Авор, он ставится прямо напротив меня, Хаоса, Мортариона, все эти мошевые дискорданты. Я, конечно, морально к этому готовился, но специально поставился так, что если он перехватит, то я не умру, да. Ну, знаете, у кого опыт учат уже, да, что не было рассказов, о, мне перехватили, все, я проиграл. Ну, это не серьезно, взрослая жизнь началась, да. Перехватывает бодренько, и прямо вот пошел всем вперед, кастует все сплы, варп таймы, минусы хиты на Мортариона, все там, фенопена своих этих чудаков-дискордантов, все прекрасно. У него варлор-дискордант, который плавит дамаг по черному региону, блин, куча этого сплита на пинков, пинхожжев, и он в первый ход там все делает грамотно, один отряд там расстрелял, другой подчаржил там все, заочил мне танк, ну, и я, правда, я предвидел всю эту хурму, короче, я поставил все очень грамотно, на самом деле. Я не поставил все, знаете, как бывает, гладия ставит в один угол все там, артиллерию, танк, в один угол, и, ну, ставится напротив, просто чаржит мне в первый ход, и я тут никуда уже не уйду, это конец. Я и так не сделал, но не считает на наличии сионов, там все это понятно имеет, что даже то, что есть на столе, ни в одном месте. Я же смотрел на террель, и вижу, что если я поставлюсь в один угол, у танка никуда не постреляет, ну, просто спрячь за стеночку. Я ставлю танк, чтобы он на эту стену мог, поехав, за укрытие у него пострелять, чтобы у него спрятаться. Но победа, друзья мои, начинается даже раньше. Победа начинается с постановки точек. Это очень важная тема, на самом деле, и, ну, сейчас у нас такой формат интервью, ну, почему нет, да? Миша, ты же используешь какую-нибудь информацию, да? Победа начинается во многом с постановки точек. Это очень, тут прям каждый раз, смотришь армию оппонента, и делаешь так, чтобы ему было неудобно. То есть, не важно, ты игрок в сторону, вообще без разницы. Ему все равно будет неудобно. У него было в диплое три точки, но они стали так, что, чтобы их держать, ему нужно было очень сильно растянуться, и с основной всегда у него был какой-то открытый фланг, куда он мог навести удар. С целонами ли, ассасинами ли, и в ответ ничего особо не получить. То есть, это было удобно для меня. Ну, например, в данной миссии, что ты сделаешь вот так, ставишь точки широко, и далее все, ну, собственно, выбираешь другую сторону, и даже у меня в диплое была, по-моему, там одна точка. Ну, он выбрал, понятно, сторону себе, он, я же, типа, первый ходил, он перехватил, да? Он выбирает сторону с тремя точками, но ему неудобно их держать, понимаете? Вот, потому что я их туда ставил специально, и если бы я выбрал сторону, ну, окей, у меня будут три точки в диплое, ну, понятно, ему было бы еще хуже, да? То есть, что бы он ни выбирал, ему хуже, да? Я перехожу, он плохо, я выбираю сторону, ему плохо, да? У него была бы одна точка, и он бы хрен ничего вообще там подержал. Ладно. Так он получил, как бы, немножечко и то, и другое с перехватом, но это не помогло ему, потому что я это предсмотрел, даже это возможность, да? Я это бы нормально все держал, у меня есть чем это делать, у него не особо, у него дорогие отряды, их мало. Он перехват все делает, а дальше в чем была ирония, что от того, что у него здесь была артиллерия, а здесь танк далеко, а танк, ну, его заочил, он, по чару, что я его не мог, там, пехота, гвардия мешала, да? Он бил пехоту, но заочил, но не старая активация. В общем, там, мне оказывается, 200 расшил фринфорсмента, который мы не заметили, но, в общем, мы заставили его пройти мораль, мне осталось 2 КП, убили, там, миллион под экстрагенами этих пинков, убили одного машину, этого оставили героическим залпом из риска в 2 фундах, чуть-чуть не хватило, но и так было хорошо. Матреон ничего не делали, просто ступили танком, черт возьми, да? Вот, ну и второй ход, его что идет? Перехват, перехват, тащим. Этого не стоит робота. Примерно такая форма, да. Что это? Это Сурджин. Он должен быть, как, кернол. Так, да. Сурджин, давай, джоин, скот. Так. Винянный отряд, сняли кучу пинков, вот его еще не на Варлор, собственно, к нам пришел. Да, мы получили перила на 6, 6 с роллом 6. И еще вот так, да, твою мать, ну это уже такое, знаете, эпик, что называется. Эпик 40 тысяч. Так. Ну, тащим пока, тащим, что делать, да, с императором. Ну, главное, лидер, да, газ, еще поиграем, вот они, в общем, давайте. Танк отступает еще дальше. То есть, умортыренный вариант, либо отгревать от танка, либо идти его догонять. И вот уже у меня, вот здесь арта, основная база позиции пехоты, арта, здесь танк. И, ну, мне нужно было прикрытие. И он начинает его догонять. Там, наверное, я на Вервуче снял ему 10 вундов, он так радостно, ему все везло, когда вот он 10 вундов потерял, прям сразу так расстроился, прям, ну, смешной человек, да, перехватил ход, сегодня было хорошо. А дальше просто, что начинается, и, ну, классика же, да, его дискардант, ну, он подчаржил там, подчаржил кулексы, даже не убил, естественно. Вот. Подчаржил, ну, не убил, отошел, другой не дочаржил. Дальше мы по одному этому лорду убиваем в ход просто. А что у нас делать? Идет вперед пехота. Стоянец перед ним, он может и подчаржить. Ну, хорошо, убил 7 моделей. Профит, да. Отжимаемся там от того хорроров, там, вешаем на себя минус 100 хит плюс сейв. Ну, у них стрельба не такая хорошая, понимаете? Вот хорроры стреляют там. Они еще растягиваются, чтобы точки сходить, вы помните, да, они там заходят, стреляют. У нас минус 100 хит плюс сейв, значит, каст на сейв, статагема на сейв, и они ничего не убивают, короче. Чаржит этот чудик, убивает 7 парней, как бы, молодец, дальше умирает. Все, 2 из катантов убили, 3-го убили артиллерии. Добро пожаловать, что называется, да? То есть, Мартрен там далеко находится, в другом конце стола, там тоже точки, там ничего нет вообще. Там просто вот он шел тогда за танком, ну, все, в закат. Там догнал, а потом убил, но это уже не важно, понимаете? Дальше падает сон, и все это равно есть просто, прям, в щи, короче, да. Ну, короче, продолжаем обороняться, упорно, значит, все там защаджили, вышли, убили кого могли, короче. Убили трех варлорда, этого парня убили. Там мастера позешина убили, Эверсор, повторялся. Марба героически снял вунды, Римману. Жесть, короче, да? Здесь тоже убили, здесь сбили вот точки. А-а-а, короче. Просто здесь, поэтому упали десанники и всех покарали, да? Просто они глятся. И это только его сейчас будет 3-й ход. Просто в щи. Ну, и мы добиваем то, что им остается. 20-0, опять же, да. Парня было даже жалко по-своему. Друзья, прошу прощения, но, сами понимаете, все время мало. Вот у нас мы сыграли, все время идет, там, он почти поровну. Даже у меня просто на осталось, я говорю, отошел, да? Очень плотно там, до 4 хода играли. Так бы я просто снял его, черт там. А так достроили все равно, здесь терриналов в конце много дает, и мы где-то разбежались. Вот там остался Кулек с опсайкером. Мартариона добили, все добили, короче, отобрубили. Побежали, ну и Геварди, конечно, очень обильная армия. Здесь где сбили, один выжил по морали, короче, геройски. Ох, это жесть, короче, была. После перехвата, после того взрыва, после кучи мундов, короче, на перилах, помните, да? Это был просто триумфория. Вот ради этого стоит ЕСНДЦ, короче. Это победа. Это победа, друзья. И Ариман тоже пал. Весь хаос пал под натиском правильных воинов императора. А вот Виндикара скорит точку, да. Он убил из пистолета Аримана во славу императора. Он причем, когда люди начнут расстраиваться, они начнут проигрывать. Он расстраивается, начинает, игра такая дружеская, а потом все хуже, хуже. А чего ты время, мы опять, ладно, это про финал скажем еще. Ну, в общем, была частая претензия ко мне, что я не переключаю их время обратно. Друзья, я вот это не понимаю. В регламенте прописано, ну и по человеческому, это очевидно, что за часами сидят оба игрока. Если я их прячу, там, закрываю, не даю нажимать, это понятно, бред, да? У вас стоят часы на столе, я отдал тебе время. Типа, ну, начинаешь такая, с Саевы и что-то еще. Ты закончишь такая, с Саевы? Серьезно, я должен переключить время обратно? Может быть, еще чайку принести и кофе, да? Вам с сахаром или без, да? Вот. Ты переключай время обратно, да? И если я вижу, я сделаю, ну, черт возьми, меня, блин, там, такая горячая, 3 часа, времени мало, тебя давят, там, я еще должен умер про твое время. Нет, я серьезно, я не буду этого делать. Это даже никакой не злой умысел. Я когда вспоминаю, я обратно кликаю. Даже, ну, и сам говорю, там, не забудь время переключить-то, да? Вот. Но иногда мне не до этого, простите, пожалуйста, да? И говорите, Степан, почему ты не переключил время обратно себе? Да ладно, да? А почему, сейчас, знаете, вот мы играем, сейчас у него вот здесь стоит под рукой, на его конце стола. То есть, вот, если я живу здесь, он с той стороны, и часы у него под рукой на той стороне стола, ну, там, подвинули, чтобы там двигались его отряды. И он меня обвиняет, что я там не переключил время себе. Смешно. Ну, в общем, кто-то расстроился, в конце проиграл. А дальше с лурками. Симон, скажи hello to Russian audience. Hello Russia. Yeah. And we are playing, в общем, читать, русский говорит все это. Красивый, четвертый тур, вообще морг, и мне он первый ход отдал, мы убили кучу пушечек. А, морал-чек, 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 for growth. Да, они уходят, да? Они уходят, да? Они уходят. Когда я уходят, я тоже уходят. Фантастика, да? Все, спорим. Ну, понятно, будет прыгать, а дальше мы с мячей будем, да? Ну, за Императора, что называется. Так получится. Входят пушками. Ну, там, дипло не такой, видите сами. Большие руины. Использовав Редипло, не третий, но Редиплой... Господи, Редиплой, Варбосс спрятал от Виндикатора, добавно, да? Варминдикатор с нами. Ну, такие пушки, действительно, красивые, большой поставки. Ну, не будем спорить, что там в ротов нет, как нет, и ДЦ. У нас все попрятались там, в общем, из-за отъезда. Ну, кроме танка, но он под минусами, все-таки. В хорошем сейере. Все отлично, но времени реально мало. Не успели все это убивать. Правда, прошел, вот-таки покосили. Так, тут цепь труба валяется, короче, куча пушек убитых. Пожалуйста, отмечайте эти модели из-за этого, в гейминге. В общем, да, эти там, по-чаржевые, это убивали, пушек там миллион убили. Точка, скорая миссия, все хорошо, но времени мало. Мне осталось на 25 минут, будем стараться чуть больше. Вот, ну, разбегайся, спасибо, сейчас у него еще резерв есть. То есть, на два отряда, блин, ну, просто долго, только, долго. Жесть. Окей, но не толкнулся. Убили из героя одного из меков, убили из Чалогротов, потом мека убили. Сделали миссию, это хорошо все-таки, вот. Ну, смотри, что там будет вытворять, короче. Он просто двигает пять. Он двигает пять. Я могу отмечать. Ты можешь, ты можешь, нет проблем. Окей, да. Разбегается, видимо, с конца от резервов. Ну, и ладно. Это же не так важно. Ну, в общем, это он мне помогает, отличный оппонент. Саймон из-за гвери-грейт гай, он селопи мне. Мы там выстрел в тылу, убили варлорга ему Кайдус. Миссия, собственно, выполнена, все круто. Убили почти все, осталось сейчас два отряда в резерве. Он сейчас там будет выходить, короче, да. И вот немножко героев тут. Так, так. Гроты тоже мертвые. С ним остался мек с полем, один парень с шагом, два кастера и варлорга есть, да, все. Это все. Вот он выходит там сейчас. Если мы держим поле, у нас все круто. Смирается, потенциально. Ну, у меня время кончилось, по-честному. Симон вообще молодец, уважение. Но наши войска, с вами, занимают все позиции, короче. На всех командных высотах и остается 10 минут, последний ход, пятый, возможно. И он даже не может выйти, где нормальная десятка парней, потому что места нету. Потому что император повелевает просто. Забавно. Симон, спасибо большое. Это был один из лучших игроков, я ever played в E2C singles. Ты отличный игрок и праздник Италии, да? Я тоже. Так, несколько вопросов о игре. Это было очень тяжелое игроков. Начинаем с листочки, потому что император с Ирриком, это не хороший матч для Оркс, особенно с Орксом, он играл очень хорошо. Он умерил полностью мою лошадь. Я сделал это старт, потому что, когда он потерял геймод, последний игрок имеет небольшое преимущество, но он использовал его на своем преимущество, потому что он пушил меня, застреливая меня в мою половину. И это было очень тяжело, потому что, в основном, он умерел четыре объекта для всего. Степан, не говори, мы здесь. Степан. Я пытался сделать то, что я смогу, но он очень сильный игрок. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Мы не считали, что мы еще не считали, но я думаю, что вы победили. Спасибо большое. Спасибо за дух. Спасибо. Нет никаких секретов. Они просто не могут технически выиграть этот матч из-за Ярика, из-за тактики самой армии, и того, что они полагаются на только одну лошадь. То есть, это типа чарджи и пушки. Ну, у меня ассасины, поэтому там одноразовые весьма все эти его бигмеки, там, и прочее. Алиерия опять же работает. Но хочу сказать спасибо оппоненту Саталии. Он был классный пацан, реально лучший оппонент. То есть, очень все понимал, понимал, что времени мало, и старался доиграть. Понимал, что к чему это приведет. Сам с первого хода. Он говорил, да. Он говорит, я пришел поиграть, я хочу доиграть эту игру. И вот он помогал. Мы, знаете, вот эти 340 я их убил. Ну, типа всем там стреляю. Он говорит, да, хорошо. То есть, вот, настолько было здорово. Ну, потому что это было очевидно, что просто кубы много кидать. Там, знаете, все эти стрельба с реролами всех кубов, там, у него тоже, там, знаете, 5+, потом рероли ничик, потом все, что 5+, еще дополнительные выстрелы, целый ничик. Вот, понимаете, долго было. И я вообще благодарен, что мы другу помогали двигать эту игру. И он знал, к чему эта схожь закончится. Ну, тема и закончилась. Причем опять здесь большую роль играла постановка точек. Ну, очевидно, как бы, все в резерве. Воины стоят на столе. Это наш, наш ростер, да? С тверочкой. У меня там и подальше, точно нас не убивали в первые ходы. Меня первый ход отдали, не знал об этом. Сентинерия на страже. Стражи на страже, что называется, да? От дипстрайка и все такого. Большие там резервы. Герои на столе. Ну, и воины все делают, да? Стребаться в норм кавер убило 1 отряд, 4 парня. И еще 3 танков убили. Итак, выше в тылах у противника убили отряд воинов, сбили его с точки. Кстати, Этернал не получил. Ну, ради мы это. Убили Бродлорда, Псайкер, залучились в Альфе. Ну, что делать? Так. Кулик 3 шестерки на фонапе здорово. Ладно, бывает. Ну, вот так стоим, ждем прихода его резервов. Ну, пока, у нас же потеря, наша польза очевидна. По Этерналу плюс 1, потому что мы сбили с точки. По Маэлю тоже хорошо пока. Ну, посмотрим, что дальше будет. Главное здесь резервы. Главное резервы, да. Жесткое рубило, короче, что-то остался один наш. Один чудачок, короче, да, после единства. Ну, мы там, типа, с ней в комбате. Так, здесь все комбаты. Здесь мы сбили с точкой просто. Перешли куча моделей, а он не смог нас, ну, там, потому что Халидус герой скидка заприняла. Они на себе не смогли, а там, что кто еще, а никого просто отсунули. И вот геройский парень, который ничего не делает. Так. Просто прям гомба. Так, да. Ну, и все самые крутые парни здесь, конечно, да. Мы следили, 2-0 стрельбой, убивал огнеметчиков, потому что больше не было бы стрелять. Но это постарался. Но лучше постарховаться, мало ли, я бы танком хорошо убил воинов, просто, вон там, да. И все сразу. Запарился, забыл. Топились. Друзья, вот великолепное время, короче, мы просто в такой бане еще не играли, просто еще парилочка, короче. Но 18-2 в итоге, я даже забыл винтикаром постоять в ПТ-ярхо, твою же дивизию-то. Взял, называется, в росте, Дмитрий Соколинский, наш товарищ по сборной, самая горячая игра. Знаете, как бы, бей свои, что же и боялись. Между своими, часто, по причинам, которые можно отдельно осудить, более напряженные игры. Как бы, все друга знают, и, когда играешь, знаете, гостями, будьте как дома, не забывайте, что в гостях. Играешь, как вот, представляешь свою страну с другими людьми, хочется держать какое-то красивое дипломатическое обращение. А когда все свои, там, давай там, мандить, короче. Ну, мы, на самом деле, слабого справились. Вначале, там, как же, подгорало, но потом, как-то, вошли в струю, и вот, стало нормально. Я понимаю, что человек тоже переживает, у него много очков, вполне мог быть, на моем месте. Вообще, ноль претензий. Ну, просто, мне кажется, не стоит так волноваться. Из этого волнения, как бы, возможно, никакой ошибки ты пускаешь, лишнего, кажется тебе, что все, что у тебя где-то читарят, и все остальное. Ай, со временем тоже, почему ты не пущил время обратно? Почему ты переключил время? Ты к СВИ кидаешь, а что не обратно не пущил? Ты переключи. Что за странная тема? Вот. Ладно. Там был смешной еще момент, один расскажу. Когда он, у него девятка воинов, делает коробку с моей кальдус, и он ошибкой на самом деле абсолютно, кидает мне кучу атак. Я могу сказать, я кидаю армор, которого нет, у него что-то армор, а не КП-2, и она типа улетает просто. Я стоя кидаю ингуль, короче, и остается в одной мунде, он умирает, и я выбираю по природе один сейв, чтобы она выжила. Знаете, вот такая любовь к этой девочке, просто красивая моделька, фигура прекрасная, да, и вот я ее спасаю, это мне абсолютно не нужно, короче, это просто бред. Из-за этого я не могу не стрелять, вокруг стояли сционы с плазмами, артиллерия, которая бы просто в пыль превратила этот отряд, а в итоге некуда стрелять, там убили каких-то парней с огнеметами, кто и так умирает, чертям, да, вот реально, в какое измененное состояние сознания наступает у обоих игроков, что вот мы, он не должен был бить ее, а не должен был ее сейвить, но оба сделали наоборот, и это как бы, это вот просто, это и есть игра на турнире, понимаете, это вот действительно, психология, некая горячка, боя, это интересно. парад был, просто минус, это я все твои войны, короче, иди отдыхай, с этого, края стола просто, они там потом очень много крови не портили, короче, это просто было, а пофигей, я полностью признаюсь в свою тотальную ответственность за это глупое решение, ладно, не будем говорить глупое, просто оно будет красивое, красивое, но не самое рациональное решение, красивое. Да, у нас кратко не получается, с другой стороны, как бы информации много, хочется, как бы все и показать, и рассмотреть, и расспросить, но поремся за тайминг, чтобы вам было не только интересно слушать, но и смотреть. Переходим к следующему вопросу, Степ, расскажи, пожалуйста, какие слабости были в расписках оппонентов, вот на твой взгляд, что бы ты мог там улучшить, видоизменить, можно бы вообще это было, или в принципе с растерами все нормально, проблемы там в игроках, какие-то иные причины. Ну, про слабости растеров, слабость одна, слабость одна, и эта слабость выражается в результате. Абсолютно линейная и предсказуемая тактика с отсутствием каких-либо вариантов. Нет, конечно, варианты есть всегда, то есть можно идти в атаку, можно идти, вот супер выбор, да, но будет хуже, короче. То есть я в большинстве случаев мог сыграть партию за свой оппонент, точнее, я бы, наверное, получше сыграл даже, но в плане, что он порой делает то, что еще хуже ему бывает, да, от этого, но его действия абсолютно глобально предсказуемы. Это половина поражения. Когда ваше действие абсолютно глобально предсказуемы, оппонент может не подготовиться, если его ростер позволяет это сделать, а мой ростер позволяет это сделать. Это и есть главная слабость. То есть, делать лопаты, это, конечно, весело, но лопата может копать, а может не копать, да, а если у вас есть разные инструменты или какой-нибудь там, швейцарский нож, то у вас больше выбора. И кажется, что в армии противника есть разные отряды, но это не так. Когда у вас генокурт, где есть колиты с флеймерами, без флеймеров, аберранты, кламаусы, примусы и вся эта хурма, а на самом деле все обеспечивают одну и ту же функцию, это выйти из амбуш и подчаржить. Никаких сюрпризов. У него один отряд не подчаржил, все, как бы, беда, трагедия, конец игры. Я даже не говорю, кто-то по перфекту выходит, понятно, идеальная засада, а кто-то просто кидает кубики, вот он не кинул. О боже, да, что делать после этого, умирать, да, умирать. И вся его армия умеет делать одну и ту же. То есть, эта игра такая довольно в одни ворота, ну, и по сути, играешь за него, где ты выйдешь, куда ты подчаржишь, это я решаю все я, да, то есть, как бы, классно, у нас такое, знаете, все на современные игры, и хотя армия, допустим, там мани, кажется, ну, в финале мы поговорим, кажется, что она другая, но это только кажется, на самом деле она тоже абсолютно предсказуемая и умеет делать очень, ну, такие линейные вещи. Ну, да, вот. У Дима классная армия, понятно, у него были опции, и из-за этого у меня было 18-2, не 20-0, и это была жесткая игра, горячая, где там все ошибались. Опять спасибо, что мы доиграли до конца по времени. Про хаос, ну, вот игра, что хаос, у него стрельбы в ростере практически нет, да, есть Мортарион, и три вот эти модели. Если вот ты не можешь их спрятать, и ходишь не первый, ну, как бы, хорошая игра, здорово сыграна, да, ну, что тут улучшить, да, переделать просто, да, переделать надо. Культ, понятно, что в командном формате это не нужно переделать, ну, типа мы так играем, но, честно говоря, культы прекрасные армии, там есть и пострелять, там подраться, и покастовать, что Дмитрий прекрасно показал, да, вот улучшение. О орках вообще, что говорить, там орков такой богатый выбор, что прям, ну, неспоим, наши орки тоже, в принципе, ну, в эту тему, но там очень хороший Семенов Водитель, он умеет им по-разному сыграть, и тонко сыграть, да, значит, и там все, и поле, и ФНП, там, а часто без этого просто, значит, убираешь модели, фу, куча, в командном формате, может быть, это однобокость, где-то и работает, но я абсолютно убежденно утверждаю, что армию можно собрать с ее специфическими сильными сторонами, то есть спейс-морейны будут не как гвардии играть, но при этом достаточно гибко, чтобы вы могли реализовать тактический талант согласно обстановке, а не заложенному шаблону, эти как вот роботы, как Кастеряна, включили там, стреляй, типа, стрелять, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты за очередь, ну все, ну, в принципе, соглашусь с тобой по поводу их ростеров, не назвал бы их однобокими, но вижу проблему в том, что они очень похожи, как бы специфика, возможно, европейская мета такая, то, что они приходят на турнир достаточно похожими, одинаковыми расписками, из-за этого к ним лучше готовы, к ним лучше, в принципе, готовятся, они более понятны отсюда и получаются более простые и ожидаемые, отсюда, как бы, результат в том, что ростера нашей команды, с которыми, мягко скажем, ребята из Европы и других частей мира никогда не были знакомы, произвели такой эффект, вау-эффект, отразившийся на всех местах, ладно, увлеклись, ушли в сторону, нас интересует самый главный момент, переходим уже к Мане, расскажи, пожалуйста, про его ростер, наверняка же во время разборов со сборной с ребятами разбирали его, потому что Англия, игрок сильный, готовился заранее, какие, может быть, там сильные и слабые стороны углядел, была ли уже какая-то изначальная задумка на игру с ним, не только там бы в сингле, но, видимо, готовился уже к Мане. Ну, это вопрос отдельный про финал, который самый горячий, начнем мы, собственно, с ростером. Для наших зрителей, которые еще не посмотрели, может быть, не следили во время непосредственно самого чемпионата или просто уже после смотрят, ростеры Мане Чимы. Что это такое? По-хорошему, это квинтэссенция самых сильных сторон из Альянса, Гвардии и Кровавых Воронов. Блад Энджелов, блин. Вот. Что там есть? Там есть куча катачанских мужиков под 120 штук, обмазанные попом и стракеном. Там есть артиллерийская эти вот ребятки, они формируют, из них формируется бригада. Бригада, если мне память не изменяет, она ХТХ-шная или, может быть, у нее дополнительная... А, второй батальон с тремя вивернами. Это артиллерийская формажка, то есть у нас такой противопехотный мощный кулак есть. И это все дополняет Суприм Волков. Блин, то что со мной такое сегодня? Это дополняет Суприм Влад Энджелов, в который входит ни один, ни два, три капитана Степана. Он же Смэш Кэптон, он же капитан на джампаке с молотком и щитом. И одного Либра Дреда им показалось мало, поэтому компанию ему старает еще один. То есть три капитана и два Либра Дреда. Соответственно, мощный ударный кулак из блодов с возможностью для Редиплоя и куча пехоты для того, чтобы занимать стол, держать его и пытаться бить лица. Соответственно, артиллерия ощущает скрины. Такая вот незамутненная история. Что нам скажет на это Степан Андреевич? Давайте послушаем его. Ростерд у него весьма дволобный. Это 120 человек пехоты, три артиллерии с саппортным персоналом, всякие офицеры, достаточно количества кастеров, парочка всего. Харкер и Влад Энджело. Два капитана, два дредноута. И Суприм Команд получается. Скалот, не припомню. Суприм Команд это бригада, уже ясно. Танк там, нет танка, одна филерия. Замечательно все. Почему это плохой ростер? Ну, ладно, хорошо, плохой, неплохой, парень-то неплохо сыграл, в командном формате может ли это годиться. Но я считаю, что это плохой ростер. Почему? Потому что огромная часть этого ростера, а именно 120 человек пехоты, делают примерно ничего. На их поддержку, чтобы они делали это ничего, тратятся существенные ресурсы. офицеры и кастеры, которые обкастовывают, чтобы они более эффективно делали ничего. Бладенджелы, которые могли бы делать что-то, но они сами герои в поле невольные, вы понимаете, их нужно прикрывать. А прикрывать их нужно тем парням, которые делают ничего. И в итоге скорость и возможность развертывания атаки бладов, она очень завязана на гвардейце. То есть пошел ты вперед, так далеко уходим, но я объясняю, почему плохой ростер и как делать плохие ростера. Пошел ты вперед типа бладами, прикрыл их пехотой. А сколько этой пехоты прикрыти было? 10 человек расстреляли и убили героя, 20 человек расстреляли и убили героя, 30 человек расстреляли и убили героя, и ты отварил 30 человек пехоты, которые должны еще как-то успеть бежать. Да, есть прекрасный двойной бег, и поэтому парни делают ничего, они бегают и может быть они даже неплохо пробегутся, но если они будут стоять на низком старте, на крае деплоя, ну понимаете, очень много условий, чтобы герои взаимодействовали с гвардейскими парнями, они не могут быть бладами, они начинают быть товарищами гвардейцев, то есть они с ними ходят и не могут вырваться за их кольцо, иначе просто убивают тут же, и их маневр сильно скован, особенно дредноут. Наступать все это весьма условно может, но побежали гвардейцы вперед, их там всех убили, то есть просто давайте представим себе, первый ход этой армии, и все, что она делает вдали кому-то, это мортира и виверна, остальные делают ничего. Второй ход, в общем-то тоже самое по большому счету, сложно сейчас сделать, да, они могут перепугать с Влада Капитаном, выйти из Дип-страйка, но повторюсь, если ваш оппонент нормальный, то вы будете выходить там, где вам скажут, следственно, вам навязывают игру, вот делать то, что вам говорят, это очень печальная тема, что собственно было на моем, как мне кажется, полностью резон в игре. Теперь, удивить меня, просто удивить меня, по игре именно удивить, ну, разве что своими странными решениями меня удивил, честно говоря, и некоторыми, конечно, типа Дип-страйк, Влада Капитана мне в тыл, чтобы подчаржить отряд из двух мортир, он даже не подчаржил, он даже не было КП уже, ну, у него было КП на это, но он не сэкономил, что бы, просто чарж срежал, 9, 9 срежал, но не кинул, но если бы он кинул, он бил мне две мортира, они стоят 22 очка, капитана 140, ну, с 300, не важно, не знаю, потом его танку бил просто, там все было продумано, простреливаемая зона, то есть, вот такими финтами он меня удивил, прямо скажем, что здесь уже не добавить, не убавить, нет времени объяснять, давай, жги, расскажи нам про финалочку, как это было, мы попробуем это все проиллюстрировать, насколько это возможно. Я хочу что-то означать с этой ситуацией, которая сложилась, что некто в России выложил перечень читов и некорректного поведения, которые, на его взгляд, я совершил в ходе игры с Манни. Так, сейчас у нас будет небольшой дисклеймер по поводу финала, моего мнения и мнения главного судьи. Как я уже писал, у меня, я взял интервью у главного судьи турнира, у Нила Акела, но, к сожалению, в силу технических особенностей, колебаний варпа и прочих историй, микрофон оказался выключен, села батарейка, поэтому у меня есть прекрасное видео с шикарнейшей картинкой, но без звука. Полчаса, полчаса весьма интересной информации, поэтому я, возможно, где-нибудь отдельно расскажу, о чем мы пообщались с Нилом, но касательно игры со Степаном, мнения главы судейского корпуса. Оно заключается в следующем. Играл Степан, все знают Степу, стиль игры его и прочего, но против него играл такой же человек, на секундочку, то есть не стоит думать, что Мани какая-то жертва для битья. Рядом стояли судьи, периодически подходили последние 20 минут 30. Судья один из главных и сам Нил в том числе стояли непосредственно рядом со столом. Дальше рядом стояли игроки достаточно хорошие, которые там все видели, и ребят, у меня вопрос, вы думаете, что никто из них не заметил каких-то читов или иных каких-то действий? Ну, серьезно. Это, собственно, мнение Нила. Я его полностью разделяю, потому что не стоит вешать всех собак на Степана, он далеко вообще не святой, у нас много разногласий по поводу его взгляда на настоящий Вархаммер, но, тем не менее, там не было ничего криминального, выигрыш был абсолютно по делу, собственно, про это Степа дальше нам всем расскажет, мы покажем всю эту историю, плюс, не забывайте, пожелания от Нила для наших зрителей, для, в принципе, всех любителей Вархаммера в России, ребят, помните о том, что это всего лишь игра в пластиковых солдатиков, не портите никому настроение, себе в том числе, не агритесь, и получайте удовольствие от нашей любимой игры. Вот такой вот дисклеймер. Эта перечень написана, естественно, в хамской, ублюдской манере, которая цена, чтобы оскорбить меня как игрока и человека в целом, и мы, конечно же, не будем его разбирать. Это, однако, породило большую волну реакции, и многие люди, которых я никогда не слышал, не знаю, не видел, надеюсь, не услышу, не узнаю, не увижу, высказывали мнение о том, что так играть нельзя, это некрасиво, это позор, на оси, там все надо сказать честно. В этой связи я хочу сказать, что, ну, одно из направлений моей деятельности в целом, от снимания этих эротажей, создания культуры, определенной команды, является два направления, против и за. Начнем с направления против. Я являюсь принципиальным противником идиотизма. И я даже, у меня есть поговорка такая, патриотизм, говорит, не идиотизм. Значит, можно сейчас раскроем. Я являюсь принципиальным сторонником адекватности и такого бытия настоящим человеком. И сейчас в нашем интервью я не буду развивать этот момент. Я просто выскажу, как, на мой взгляд, должен мыслить и поступать настоящий человек. Пусть она может не соглашаться. Ну, некий аргумент я приведу. Так, настоящий человек, увидев, что кто-то в интернете что-то написал, как минимум, убедиться сам. Ну, и, конечно, еще Владимир Ильич Ленин говорил, что проблема в интернете в том, что в них все верят на слово. Ну, если кто-то в интернете что-то написал, да, продолжим тренирую, по довольно специальной теме, то есть, игра в Архаммер сложная структура, не требуется знания, правил большого количества, понимание ситуации в игре. Значит, но это была живая трансляция. Следовательно, в этой трансляции были зрители, ведущие трансляции, камера, которая с двух ракурсов фиксирует события, и поскольку это финальная игра личного первенства в сути чемпионата мира, каким является европейский командный чемпионат, то там, конечно же, были и судьи. И, следовательно, настоящий человек, адекватный просто, ну, адекватный человек, он, в первую очередь, захочет узнать, что об этом говорили люди, которые находились на месте, а не те, кто с диваном смотрели, это и писали какую-то бумажку. Значит, он посмотрит трансляцию, увидит комментарии ведущего, и самое смешное, что в комментариях ведущий постоянно убеждает русских игроков, что там честная игра, все красиво, а вокруг 11 человек, все смотрят, все там, типа, фэрплей, значит, мани довольны, все довольны, все прям дружесная игра. Но это, конечно же, не смущает наших противников, что называется, которые сторонники того, против чего я. Значит, итак, адекватный человек, собственно, увидит комментарии ведущего, увидит, там были зрители, судьи, все остальное, что уже сомнится в том, что таинственный, оставшийся, конечно, анонимным, автор этой бумаги, он нашел что-то такое. Ну, допустим, если же он захочет почитать эту бумагу, он имеет возможность проверить, что происходит. И дальше нужно понимать, чтобы адекватно оценить происходящее на экране, на видео, необходимо знать правила обеих армий. Ну, здесь армия против смены зеркальная, ну, правила астромилитарум. И когда в тексте, как читы нарушения, упоминается, что Степан, допустим, после адванса пострелял отрядам и Петской гвардии, ну, астромилитарум, то это должно уже у адекватного человека вызвать, ну, подозрение, а действительно ли это не правило, невозможно, да. Если это возможно, то какой смысл начать дальше, да. То есть, необходимо быть специальными знаниями, чтобы оценивать события. Если я рассматривал чемпионат по гольфу, где я не очень силен, я бы сначала понеслал с правилами гольфа, да. А может быть, этой клюшкой можно так ударить, вот, а можно ли это делать? Или почему, например, я явно стоять два раза? Это, конечно же, большой учитель Степана, но вдруг правила это позволяют? Ну, понимаете, одним словом, чтобы оценить события, необходимо знать правила. Итак, адекватный человек, увидев такую письмена, поверяет сам. Он хочет понять, что произошло. И он, может быть, не обладает даже всем знаниям необходимым. Ну, не все же на это, астамилитару, правильно? Да, он, опять же, идет дальше, изучает правила, уточняет, а действительно ли это было невозможно? Он же адекватно просто спросит. Вот. Смотрит, что были зрители, судьи, что были сам ведущий. И тогда, только в конце, составляет собственное мнение. И он взвешивает этот факт, что ни судьи, ни зрители, ни ведущие, ни оппонент, конечно же, не оппонент, который играет за первое место в финале личного первенства чемпионата мира, что, возможно, экспертиза и уровень знания этих джентльменов все же превосходит то, которым обладает автор этих анонимных письмен. Вот. Я с вами предлагаю все это вам проделать, если вы желаете убедиться, как понять, как оно обстоит, кто читает, кто нет. Если по итогам всех этих действий вы все еще будете считать, что Степан Читер, это ваше святое право, вы как адекватный человек составили свое полное информированное мнение. Я ни в коем случае не запрещаю это делать. Я просто хочу обучаться с адекватными людьми. Но человек, который, прочитав нечто в интернете и явно не понимая, о чем идет речь, даже несмотря трансляцию, было видно из диалогов, делает вид, понимает решение о том, что Степан Читер, извините, это идиот. В этой ситуации он ведет себя в духе идиотизма, скажем так, да, возможно, в других ситуациях он блестящий специалист, философ, отец, семейство и просто хороший товарищ, но тут психическое волнение, действие хаоса, он ведет себя как идиот. Я призываю всех не быть такими и ставить полное собственно информированное мнение с учетом тех факторов, которые я назвал. Ну, это позиция моя. И я, конечно же, благодарю, собственно говоря, благодарю всех, кто поддерживал меня. И, собственно говоря, я не обязательно даже заступался, а просто говорил языком адекватно, давайте посмотрим видео, я там проверил типа эти тайм-коды, вот там этого просто нет, да, и там кубиков, допустим, броска не видно, и что я бросаю кубики за ширмой, сверху не видно эту ширму, конечно, но это элемент теряи, например, вот такой высоты, за которой у нас антинейль прячется, чтобы был ковер, да, следовательно, всем прекрасно видно, что я там бросаю, но это можно увидеть, посмотрев фотографии, опять же, ну, убедишься, размеет ли ширму, сверху ее не видно, как видеокамера стоит. Ну, поступив адекватно, да, опять же, к чему я призываю, я очень благодарен, я рад, что наше сообщество были люди, которые адекватны, и вообще настоящие люди, а, ну, все остальные, к сожалению, они, знаете, везде есть, без них никуда не деваться. Мы уверены победим эту проблему и придем ко всеобщей абсолютной адекватности, настоящести и триумфу светлого будущего. Теперь по самой... Миша, если ты проще, я подругой скажу. Там было много нюансов, из них первое заключается в том, что мне не нужно было выиграть. Конечно, для престижа, для чести, для красоты надо выигрывать, и, собственно, мы бы выиграли, но времени очень мало, ведь 3 часа у обоих астромилитаром, и на чести надо, ну, спереди, сыграть 5 ходов. Это здорово. Но это вызов, и я понимаю, что это может быть проблема. Слава богу, Мани, он адекватный как раз человек, у него вопросы возникали, он их задавал и получал ответы. Он, например, между прочим, хороший пример, он тоже не знал о приказе астромилитару на стрель после бега. Он что-то слышал, что типа оружие становится ассортным, но приказ звучит не так, он звучит просто стреляешь после бега. Но когда я вам это сказал, он уточнил, как сейчас правило, получил полный отчетчивающий ответ, и прекрасный продолжил играть дальше. Более того, игра была дружественной. Я вот сейчас скажу в целом, она была не до конца дружественной с его стороны, но все равно я уважаю его, потому что он старался. Мы сейчас перейдем в конце к данным моменту, там возникло, у нас видео, конечно, есть, вот некая наша спора по тому, что можно делать, что нельзя. Я объясню свою позицию. Но пока отойдем. Моя задача была, чтобы не поиграть им типа 16-4 в его пользу, я в принципе могу быть уверен, что этого не получится. Но, естественно, играть надо по-хорошему, набирать максимум очков, чтобы без ерунды, чтобы это было красиво и интересно смотреть. Но я чувствую себя довольно уверенным. Ну, мы как бы играем на таком столе со стримом, короче, где вся хурма, камеры с всех сторон, пацаны что-то пишут, короче, да? Манни Чима, Манни Чима, хеллоу, Тим Ингланд, первый стол, ну, нормально, поймем. Посмотрим. Это все хорошие, пока не начинается пекло, да? Но сейчас остается, и я возможно буду ходить первым. А может быть, я дам уход, я такого ничего никогда не делал. Черт возьми. Или может повторить предварительную бомбардировку от сороками, черт. Гаишки ходим первым, повредили ему машину, убили отряд, мортиры. Лидерсия здесь, может быть? Офисеры здесь? Да, офисеры. Окей, классно. Ты классно. Я возьму больше преступников, я в супермиси. Окей. Ну, и он, типа, шляст нас убивать. Интересно, так. Мы посмотрим. Так. Прям много преступников. Значит, да. Это легально. Чинь. Нет, нет. Вот. И, значит, ну, шмайферам, получается. Можешь, конечно, не мотки нести. Да, да. Руни очень быстро. Руни очень быстро. Да. Ну, в общем, посмотри, что будет. Мы за столькие парни, нам достаточно ничьи, на самом деле. Выберите, что снимать? Хорошо. Короче, героическим забегом офицер пришел сюда на точку к Супримаси. Все капитаны повержены, господи, с танковых пушек их расстрелили. Эт, все, капитаны тоже убили. Значит, это все капитаны тоже номер 4? Сори? Номер 4? О, я, я с набухом. 10, геройский чаршек, ну, не факт, что очень нужный, но забавный. В мрачеках на провале на 2 очка, господи, куляк спереди, слава императору, ни шага назад. Я. спокойно поставил точки так, что он смог концентрировать в одном углу карты 4 точки. И опять же, я получаю либо отличную зону, либо перехожу. Меня устраивают оба варианта. Вот там каждый ход скорим. Он, в общем, он сам туда 4 точки поставил, ну, он молодец. Он начал рискнуть, понимаете, то есть, могло быть более поровну, меня это тоже устраивало, но он начал рискнуть. Он, типа, ну, меня надо крупно выигрывать, поэтому, да я вот так, иначе все равно ничего не получится, ну, я не стал говорить, потому что у тебя все равно ничего не получится, это некрасиво, ну, хорошо. Взял себе эту зону и остался сидеть на этих 4 точках. Понимаете? Это психология, да? Он вынужден был их чем-то удерживать. А чем он их будет удерживать? Если он их удерживает отрядом пехоты, отряд пехоты умирает. Ну, я просто артиллерию выцеливаю, он не может быть моим артиллерию, и у него нет противотанковых средств такого типа, понимаете, у него плохой ростер. Вот. Чтобы он не поставил на точку, я просто буду убивать. Если это один отряд. Если это... Ну, один-два, понимаете, без разницы. Если это много отрядов, отлично, значит, вся его куча пехоты сидит в своем диплое и стоит на точках. И именно это он и сделал. Блоды, понятно, если там останутся, отлично, еще и боды там остались, да? А выйти бладами не прикрывая пехоту, он не может, и начинается порочный круг. Любое решение хуже. Он не может выйти, потерять точки, но если выйти, мы еще и убьем, ну, понимаете, начинается все, потеряем. Ну, в общем, паника, паника, да? Он вообще не может наступать, да? Единственная модель, которая была на моей половине поля, на моей половине поля, это его капитан, помните, к которому мы застрелили, да? А остальные не дошли даже, они сильно пытались. И хотя кажется, что так много пехоты, я прекрасно не понимаю, на самом деле, я просто знаю, что будет, да? Что они все умрут. Он, конечно, мог меня там как-то удивить, пытаться, да, там резкими атаками, но ростер у него, там не ростер, а если человек берет такой ростер, понимаете, то он психологически не готов играть иначе. Он уже на уровне ростера ставит себе в рамки, он на уровне ростера ставит себе в ящик, в шаблон вот такой вот, в дельце. Значит, у него есть боды и пехота, они друг друга прикрывают и исходят точки. У нас их много, типа, нас не убьют, убьют. Значит, и он, в последних четырех точках, я перехожу. Он даже удивляется, что я беру себе первый ход. Типа, могу игру закрывать, да? Я ничего не говорю, я подберу первый ход. Он, по-моему, даже не перехватывался. Не суть. Он, типа, обрадовался по-своему. Мы, в первую очередь, берем его мортиру. Ну, те, кто могут нас любить издалека. Дальше, это Виверна, так легко не убьешь, давай, и мортиру. У меня, в целом, очень плохо, все время Василийск, и Виверна жили там до самого конца, хотя они все хуже стреляли, мы их там лочили, ранили и так далее. Ну, тем не менее. А дальше все, собственно, предсказуемо. То есть, наше превосходство в рейнге, в дальности. Он поставил всю свою пехоту на цветочки, не конец, и особо идти, а мы просто издалека его расстреливаем. Да, он тоже нас расстреливает из Виверна, но это временно, потому что, во-первых, мы выйдем резервами, будем стоять в Василийском, и у нас в дальности превосходства мы пехоту тоже будем подтачивать, у нас своя Виверна, которая стреляет как 2,5 его Виверна. Понимаете? То есть, из-за того, что нас в острое и возможность КП превращать в убийство, да, значит, плюс один-то хит, раудинничек, вторая стрельба, эффективность нашей артиллерии гораздо выше. Плюс ассин, опять же. И дальше, вы можете видеть, на видео, там все прекрасно показано, идет такое лобовое расстрахновение, которое абсолютно проигрывает. Потому что, это Сациона, которое выдает колоссальное количество урона, и, собственно, выдали его, да, это не просто... Знаете, вот почему Сациона, я об этом говорил, еще раз на примере показываю. Вот стоит его Либра Дред а впереди три Сентинеля. Никакие силы, кроме Сационов, не могли бы убить этих парней, ну, с Дредом, да, потому что он герой, да, и мы должны к нему оказываться ближайшими. И ваши танки, даже, могучая артиллерия, которая, на самом деле, не такая уж и у гвардии, могучая, она с баллистиком, они, может быть, и убили бы Сентинеля даже, но не оказались бы ближайшими Дредноут, а Сациона оказались. Потом у него ходят, сжигают, отчеркаем всю эту Муру, короче, Сентинеля, Дредноут, и там Капитана еще ранят, и они приближаются, не проблема, у них надо стрелять, поехали, да. Вот, ну что они у нас были, они вот это огромный КПД, и следующая проблема под носом. И так, собственно, мы вот точно вычищаем Ливерный, просто каждый ход, двойная стрельба, наши маркиры стреляют, просто вычищаем те места, где нам нужно, ну, куда нам удобнее, да, один фланг, да, и там у него, собственно, место для выхода на моих резервов, от Сайснах, выйдет, там Кальдус на 6 не подчеркнулся, если бы она подчеркнулся, там вообще было бы крушение всех надежд, значит, а потом еще мудрилось убить Капитана, забрать с собой, ну, там просто, просто прям, ну, ладно, да, уделил оппонента, выходит у вас Кальдус, вас не подчеркнули, ура, успех, победа, да, у вас есть Капитан Владов, и куча пехоты рядом, просто всякие пушки там, хурма, вот эта хурма делает ничего по-прежнему, а Капитан идет убивать вашу Кальдус, то есть он мог пойти вперед, там, угрожать, никогда, не знаю, что-нибудь нет, ушел убивать Кальдус и умер сам, он же был ранен, я, собственно, хотел его подранить всеми средствами, чтобы она точно Чержаева убила, и точку заняла, выполнила миссию и сбила его с Каллинг, но она не подчеркнулся ровном на 6, да, и у нее там, ну, она точно, просто, ну, инвуль у нее, ну, там, ладно, будем потратить на 5 тоже, да, убил бы Счержаева, ладно, удивил, ему, конечно, приходит миссия приорки Уордос на Мастер за Варф, то есть 4 очка за просто так на Варлорда, у него Варлорда, либо Андрея, ну, бывает, то есть эта миссия, она дала счет, сделал счет не 15, а 13,7, да, уже ее пользуют, потому что он 4 очка получил, ни за что, ну, бывает, ладно, мы совершенно спокойно демонстрируем полное уверенность в победе, по Беку там с прибавутками, с шутками, с легендой, вперед наступаем, и вот эта мясорубка продолжается, я даже по чату жилого, говорили из Казачанск, вы окажете, а потом мой отряд погиб, кто это сделал, но это не важно, почему, потому что не нужно было убивать его пехоту, и далее, если моя пехота тоже умрет, это не проблема, его общечный отряд исчез, понимаете, просто, ну, защищаем это пространство целиком, и то, что они тоже погибли, но мне этот размен устраивает, знаете, этот размен, который ускоряет достижение моей цели, пускай они дерутся, да, пускай она же убивает, неважно, сам умрешь, главное, и мы это все сделали, и, собственно, на пятый ход у него осталось, пехота вся была уничтожена, от его армии осталось практически ничего, понимаете, то есть, там остались три виверны, по одной-две вунды каждая, несколько офицеров, либо дред, это дерущиеся, да и все, и все, понимаете, просто добавить нечего, у нас все основные силы были, целые и нередимые, потери, конечно, были, спора нет, но нас полностью устраивали, значит, у нас даже, по-моему, остался, это один социон, ну, нет, или добил, но не суть, а сайсен там, не в тылу уже, все там, это конец, короче, Марба, опять же, Марба, сфера большую роль, он марталкой зарядил, а потом, точнее, пытался, неважно, он в конце, прекрасно, это самый пятый ход, последний, выходит, сбивает его, выполняет миссию, сбивает с точки, он, конечно, забыл просто, он убивает героев, выполняет кучу миссий, убийство героев, сбивание с точки, на ассасинейт на 2 очка, ну, там, просто полная хурма, потому что был Марба, он мог именно в конце игры снова оказаться в его деплоре и наносить урон, это было супер важно, теперь про эти моменты с дружесной игрой, мы договорим, что, типа, маня, если там, типа, точка, там, ты там, волосок, ты, конечно, в какой-то момент он берет, и, ну, у меня точка там одна, и он офицерами уходит от нее, он берет их, двигает от точки, чтобы давать приказы, там, своим наступающим войскам, и оказывается, что держит 1 отряд пехоты, он мне ничего не говорит, они находятся больше 3 дюймов от точки, и они двигались в сторону от нее, ну, как вот, вдаль, я говорю, ну, смотри, вот здесь 1 отряд держит, он говорит, я типа, хотел, я говорю, подожди, а как я должен, ну, что же хотел, ты ушел от точки, явно дальше 3 дюймов, там, больше 4, я вам померил, и теперь ты говоришь, что ты хотел, ты мне об этом сказал? Нет, где же твое намерение, да, честно говоря, я все равно жалею, что я это сделал, вот я прям даже подошел к нему и извинился, ну, потому что это не та игра и не тот момент, где стоило управлять эту жесткость, да, формально, говорится, я абсолютно прав, но я все равно сожалею об этом поступке и повторюсь, принес оппоненту извинения, ну, можно было играть более дружесканно, еще более, лайтово там, да, там, он грубый, конечно, ошибся, конечно, он забыл, конечно, он ушел, но, раз уж мы начали играть там, на хорошем тоне, надо было продолжать, я, хотя формально, правда, на моей стороне не придерешься, да, но, я считаю, что так, мы играли, надо было, иначе поступить, я реально, вот, был неправ, а потом ситуация возникла у меня, когда я забыл отступить сентинелем, честно говоря, повторюсь, у меня был запасной, ну, не, это я не вам говорил, не повторюсь, был запасной трюк, есть татагема, за одно очко, иди разведай, когда в шутнюю фазу сентинелем разведчик просто двигался на 2D6, а там нет никаких ограничений, вот, просто поднимите на 2D6, но это стоило КП, а у меня КП как раз кончались, и я не хотел до этого доводить, значит, ну, то есть, в это время, чуть ли не один КП оставался, и, он, отошел бы, там все, отступил, выстрелял, но, я ему подробно описал, все свое намерение, сказал, вот, мы сейчас будем бивать в Алорда, для этого мне нужно убить этих парней, значит, да, я сейчас буду делать это вот этим парням, вот этим стрелять, я тебе буду там, вот, здесь намерение было, не просто очевидно, оно было заявлено, и ясно было, что для меня надо заступить, то есть, конечно, это моя ошибка, мы оба эти ошибки допускали, но, в партии было вот так сделано, что, ну, мы тебе прощаем, вдруг, особенно намерение заявлено, и я, достаточно благодариным, что он простил, благодарен, более того, в регламенте самого, я не стал его доставать, ему, в конце договорили, в регламенте самого, это все написано, что, если ваш оппонент забыл, в начале фазы стрельбы, я не заявил стрельгемы, на 2д6 выстрелов из танка, я просто никогда не появился до этого, и не был уверен, когда она врубается, и она сказала, что проверить, но вы не представляете себе, какое-то психологическое, временное давление, просто времени мало, все кончается, да, надо было в начале фазы, и вот в регламенте, я прямо сказал, что, да, конечно, формально вы можете запретить, оппоненту сделать то, что он забыл сделать в начале фазы, но, это не отжатременское, не спортивное поведение, мы его абсолютно не поощряем, если будете упорствовать в этом поведении, вы получите предупреждение, ну, и вы будете наказаны, короче, я могу спокойно просто читать этот текст, суди, как раз уже смотрели, конец игры, этот текст читать, из регламента, искать манил, ты точно хочешь вот прям вот так вот сыграть, не спортивное, не внутрименское, повторюсь, его ошибка с точкой, не относилась к этой категории, он ничего не забыл, да, он ни с кем не сказал, не было заявлено намерений, он не забыл подвигать их в церков, он наоборот их подвинул от точки, да, вот, если бы сказал, о, я забыл подвигать, можно, там была такая ситуация, я, конечно, решил, все, он там подвигал, вот, все нормально, типа, я забыл подвигать, нет, он взял и подвигал их в сторону от точки, но все равно, мне следовало подвигать больше великодушия, и я даже не с принципиальной позиции его проверил, просто реально, ты находишься за парком, очень мало времени, очень напряженная психологическая обстановка, не потому что он виноват, просто из-за того, что мало времени, реально, было бы на 4 часа, к обоюдному удовольствию больше, и я благодарен ему, что он решил мне отступить с незнанием, и не обижаюсь за то, что он, ну, недавно списать 2D6 с него, из пушки, да, это было, опять же, ну, по рекламенту, неправильно, не спортивно, и не джентльменское, но я понимаю его, некую обидную ситуацию, и признаюсь в эту ответственность, и в целом, игра была хороша, поэтому пусть отдельные такие моменты, не оморщают эту картину, все равно выиграли, этого было достаточно, можно было не париться, так что, это была прекрасная игра, с аномори достойным оппонентом, который делал выборы, задавал вопросы, ну, конечно, это было непонятно ему, и безусловно, относится к категории адекватных людей, и то, что мы успели вместе сыграть, это опять же, без конфликтов, за 3 часа, с такими крупными армиями, это здорово, я отношусь к нему с уважением. Субтитры делал DimaTorzok и Marble came in, Marble? Marble, Marble the hero of the game, right? I remember, yeah, Marble was there, so that's it, the third game, thank you very much. Good sportsmanship? Thank you very much, the same to you. See you on the team championship. Good luck. В итоге мы выяснили, желтую карточку, кстати, должно быть получить за наш матч в финале вот с Англией, это бы второе предприятие, оно же было за медную игру, это не сменивает счет, потому что желтая карточка, это до него, а в матч минус 5. ну, по крайней мере, мы так считаем, возможно там, судя про спеца забыли, а это было важное деталь вообще. Это не потому, что он был злодей, ну, там много моделей и трудно им если не сыграть, я его не обвиняю. Я, ну, счастлив, что у меня появились такие оппоненты, что мы сыграли им такой финал, это было здорово. На самом деле мы с ним договорились уже, я не люблю говорить, потому что он не сделал, но он меня пригласил в студию к себе 9 сентября, я говорю, что это есть. Приглашение я могу подтвердить, что называется, да, что оно есть. Может, по какой-то причине наш диалог не состоится там, но это уже, знаете, воля императора. Приглашение есть, мы договорились по скайпу, в Англию, конечно, не поеду, по скайпу, в передаче, в эфире Глазхаммер Гейминга, поговорим с ним о ИТС, об играх, о растерах России, но надеюсь, что сможем еще больше повысить уважение к нам и светлый образ нашей Родины, нашего искусства, игры Вархаммер. Благодарю за интересный разбор. Ну, собственно, дорогие мои зрители, вы сами видели и услышали то, что у Мани, в принципе, шансов никаких не было. На мой взгляд, здесь я со Степой согласен, в том, что он сам себя загнал в ловушку, из которой, ну, не смог выбраться, это, в принципе, видно и по самой игре запись есть в интернете, то есть он зажался у себя в угол и ничего не смог с этим поделать. Кстати, Степ, вот ты вот и на сингле и на команднике всегда гонял с этим с GoPro у себя на лбу. Это, ну, пригодилась запись для чего-то? Объясни, пожалуйста. Да, Миша, слушай. Замысел от меня родился буквально перед выездом. Я думал, как избежать тех проблем, которые возникают регулярно на ЭТС. Это вот обман, это отказ своих слов, всякий меткий читинг, короче, и вот проблемы со временем. И камера на голове служила для того, чтобы быть таким психологическим пуглом для оппонента, что все, что он говорит, мы записываем. И это пригодилось. К сожалению, экшн-камера, у него хватает батарейки на час, но об этом знает. Только я, оппонент, не знает. я демонстративно смотрю, запишу, включаю камеру, одеваю на голову, она через час пытается записывать, но это не важно. Он думает, что я снимаю, и это, возможно, это сработало, это подарило мне прекрасные шесть игр. и в ситуации с капитаном команды Англии, который именно отказался от своих слов, на самом деле технической, я мог это доказать. И повторюсь, это было бы просто эскалацией скандала и, наверное, красный карточек для него, когда он при суде при всех обманул. И поэтому, наверное, нам удалось решить этот конфликт. Не только поэтому, потому что это было неважно, ничего не спасло бы его. Но удалось, имея, скажем, такую более высокую моральную позицию, и судьи тоже отметили, что с камеры есть съемка, что можно посмотреть. И они нашли соглашение, не то, которое ему помогло. Это как раз пример, когда человек отказывается от своих слов. И повторюсь, поскольку было в течение первого часа, я точно мог это показать. Она еще работала. Вот такие дела. Все в этом был замысел, и я думаю, что он сработал. Как минимум, повторюсь, люди просто, когда это знают, что их всегда снимают, скажут каждое слово, ведут себя более аккуратно. Это здорово. Возможно, она бы и не нужна была. Может, и так бы сделали. Но лучше постраховаться. Тем более, когда возникает такая ситуация. Возьму ли, на сингл я не стал мучиться, нет времени просто, на командник, конечно, две игры в день, можно и записать. Возьму ли я в следующем году ее, додумаю, конечно, и постараюсь придумать так, чтобы хватало записи на больше. Потому что иметь, знаете, вот вопрос, кто что сказал, где что лежало, сколько был команд поинтов, сколько было времени, всегда полезно иметь декадательство, чтобы не сталкивать ситуацию, когда есть слово твое, то есть слово оппонент. Я целиком за фиксацию в видеосъемку, чтобы было видно, чтобы мы играли честно, что все можно поверить, посмотреть, и не уникало притаясь. Конечно, все устают, люди забывают свои правила, забывают мои правила, ну, я надеюсь, не специально, я всегда понимаю человеческий фактор, он и мне тоже не чушен. Помните кальдус, который я спас, когда это было не нужно. Но это, как правило, видно, что человек делает искренне, неумышленно. Но камера помогает ему чувствовать себя еще более собранным. Надеюсь, на наших турнирах мы не увидим этой практики, потому что лично мне не хотелось бы, чтобы Warhammer пришел к тому, что все играют с камерами на головах, пытаясь зафиксировать какие-то моменты, где обманывают или читят оппонента, чтобы потом как-то его предъявить. Все-таки Warhammer, это, как сказал Нил, главный судья, это игра в пластиковых солдатиков. И надо всем нам научиться получать от нее удовольствие. Все-таки тратим на это достаточное количество нашей жизни. Сколько бы ни тратить, это хобби, оно должно быть всем нам в радости и приносить удовольствие. Ну что ж, Степ, я думаю, сейчас настало время для важных слов. Думаю, надо передать слова благодарности. Что скажешь? Я еще в нашей беседе, да, Миша, хочу передать слова благодарности в первую очередь тем, кто был рядом со мной на ТСН. Когда некоторые ребята расписали свои матчи в ничью, чтобы идти посмотреть и поддержать и на награждение поддерживали. Оно было такое скромное, когда сингл, но все равно приятно, когда тебя поддерживают. И огромная часть людей подошла, поздравила меня с победой, которые даже не знают, кто это такие, классный ростер, здорово сыграл. Датчане там, ну, многие, кто знали меня, понятно, да, но даже тех, кто не знали. Вот. Они ведь могли просто мимо пройти, правильно? Чего поздравлять? Кто это такое вообще? Не знает меня, я не знаю их. Но они подходили, поздравляли. Я благодарен зрителям, на самом деле, которые нам помогали. Да, вопрос еще про время. Была та же проблема, что типа, а что ты мне времени не получаешь? Извините, пожалуйста, я в зоопарке, короче, да, и могу забыть. Я попросил зрителя, который давно находился, это команда Нидерландов, чтобы он следил за временем. То есть, помогал нам напомнить, ребят, он говорил, время, время, и мы переключали. Потому что, ребят, три часа, две огромные армии, финальная игра, камера. Вот, всякому, кто считает, что в этой ситуации ни один из нас не ошибется, я предлагаю, вот, один способ удостовериться, оказаться в этой ситуации самому. И тогда он сможет с полной компетентностью и уверенностью судить. Так вот, я благодарен ребятам и зрителям, которые поддерживали, судьям, кто это смотрел очень адекватно, на стиле все нормально было. А тем, кто в комментариях, опять же, вступал в защиту, даже не говорим, в мою защиту, в защиту здравого смысла, адекватности и достойного поведения. Пусть каждый судит сам, но судить нужно, компетентно, выяснив истинный источник информации, как все было, и понимая те правила, которые задействованы в игре. Те, кто поздравлял, писали люди сразу в ВКонтакте, конечно, люди, которые много, я даже не знаю, кто это такой, он пишет, Степан, поздравляю, ну, оттуда мы знакомы, это выясняется, да, есть история. Это здорово, здорово, когда людям не все равно, когда они делают шаг на встречу, когда они не просто молчат, выиграл молодец, да, когда они находят себе волю, энергию, время подойти и поздравить тебя. Это показывает их великодушие, умение радоваться за другого, радоваться с успехом другого, это великая сила и признак широкой души. И всех хочу сейчас благодарить, ну, понятно, нашу команду, я уже говорил в ролике там первым, да, за ростер, за то, что вместе поехали, что поддерживали, что пришли болеть, что помогали, что никто не вот, не прям, ну, ни капли вообще даже не поддержал идею о том, что вообще возможно такие вещи делать на камеру. Тоже задумайтесь, стал бы человек, играющий финал на камеру, что-то делать нехорошее в этой игре, правда, вряд ли, это стрёмная тема. И лично, что поздравили капитана, кто нашел добрые слова, да, поэтому, ну, прям, прекрасный год, прекрасная команда, хорошая игра, здорово, сыгран. Ну, а с нашей стороны, я в очередной раз хочу поблагодарить Андрея Ковалева, спонсор сборный, чей сервис дрова, и он лично оказал поддержку ребятам, помог им с выездом, помог с майками и с другими бытовыми вещами. Андрюх, на самом деле, это очень ценно, спасибо большое, ребят, по ссылке в описании, есть не только возможность поблагодарить нас за обзоры, сдонатить, но и воспользоваться сервисом дрова, который позволяет вам на слабом железе играть в достаточно крутые и требовательные игрушки. Еще хочу раз поблагодарить всех тех, кто болел, переживал, писал, комментирую, за наших ребят, которые приехали с разных концов мира, потому что были люди и из Эмиратов, и из Финки, и откуда только люди не приезжали, просто поиграть, в том числе, на сингле, но и поддержать сборную, посмотреть, как оно бывает. В принципе, мы с Женей тоже входим в их число. Мы все забываем, благодарить ребят из сборной, за то, что они подарили нам такой праздник Вархаммера, заставили переживать, болеть за них, эмоционально там сострадать, я не знаю, просто какие еще эпитеты придумать. Надеюсь, мы как в футболе говорят болельщик, это 12-й игрок, так вот и мы являлись большой совокупной частью сборной России, которая позволила ребятам стать вице-чемпионами мира. Ребят, очередной раз повторю, это очень круто, и надеюсь, в следующий раз мы сможем улучшить этот результат, и в Люксембурге побороться уже за золотые медали. Будем поддерживать, будем опять же переживать, ну а вдруг народы попробуют, да какой попробуют, куда мы денемся. Поедем и будем так же, даже еще лучше, показывать, рассказывать вам про Вархаммер в Европе, про европейские баталии, и про все, что связано с Вархаммером. Смотрите наши видосики, подписывайтесь. Всех вас любим, ценим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok